И так Господь возрастает в своей мудрости, умение в смирении, умение слушать своих родителей. Задаю себе вопрос часто. Легко ли слушать своих родителей, зная, что ты Господь Бог? Подумайте об этом. Легко ли подчиняться своим родителям, зная, что ты лучше знаешь, чем они знают? И предвидишь. Собственно, и предвидеть тебе ничего не надо, потому что ты сам живешь вне времени, как Бог. Но ты и человек. И человеческое начало Иисуса должно было научиться смиряться, дабы логически довести свою жизнь до креста, на котором будет апофеоз, самоуничижение. А пока он растет, ему два года, три, четыре, пять, десять. И наконец ему наступает тот благословенный возраст, который сегодня характеризуется тринадцати годами, или возраст вступления во взрослую жизнь. Во времена Иисуса это год между двенадцати и тринадцатью годами, который на иврите назывался, или по-арамейски, наверное, точнее, бар-митсва. Или бар – это арамейский вариант слова «бен», который обозначает сын. Митсва или митсва обозначает заповедь от слова «сивуй», команда или заповеди, данные Господом, Богом, народу Израиля. И одна из них состояла в том, чтобы слушать своих родителей и наследовать их занятия. Поэтому этот год, когда ребенок становится взрослым, и он самостоятельно начинает отвечать за свои поступки перед Господом Богом, при этом ответственность родителей не снимается с них. Хотя на сегодняшний день, когда во время церемонии взросления ребенка, когда ему наступает тринадцать лет, родитель говорит нечто подобное, что можно перевести на русский язык, как «Спасибо тебе, Господь, Бог, что ты избавил меня от этого наказания». Имея в виду, что ребенок, который вступает в тринадцатилетний возраст, это на самом деле сомнительный возраст. То есть, как я завидую Марии и Иосифу, по крайней мере в этом. Вот их сын, наверное, был послушный во всех отношениях. Мне бы тоже хотелось. Итак, мы читаем в Евангелии от Луки, вторая глава. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Надо сказать, что у израильтян существовало правило, взяное из Писания, когда трижды в году все праведные верующие должны были появляться в Иерусалиме на празднике. Это были три праздника. Праздник Пасхи, месяц Ниссан, следующий за ним через семь недель праздник Шивот, или, как мы сегодня назвали его, праздник Пятидесятницы. И, наконец, третий праздник – это праздник Кущи, который уже, естественно, был осенью. Естественно, потому что и Иосиф, и Мария пытались во всем соблюдать закон. Естественно, что и они приходили в Иерусалим на этот праздник. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. И когда же по окончании дней праздника, то есть семь дней праздника, возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. Вот, знаете, я вот читаю вот эти вот куски, и мне страшно-страшно интересно, потому что, с одной стороны, слово «отрок», «наар» на еврейском языке, кстати, не всегда обозначающий возраст, но скорее не женатость вот этого человека. Этим словом называется Иисус Навин, о котором говорится, что ему было 40 лет, когда он служил Моисею. Этим словом называют Исаака, которого приносил в жертву Авраам. При этом в еврейской традиции считается, что Исааку было что-то около 40 лет. Русских сбивает, русскоязычных вбивает слово «отрок», имеется в виду, что юноша. Но еще раз хочу подчеркнуть, это слово имеет отношение к молодому, неженатому мужчине, которому может быть и 12 лет, и 22, и 32. В случае с Иисусом, это, конечно, 12-летний возраст. Интересно еще и другое, пройдя же дневной путь. А в Торе нет указания дневного пути, но мы находим потом позднее в Евангелиях, когда Иисус останавливается в праздник вместе со своими апостолами на расстоянии дневного пути, что значит дневной путь порядка одного километра. Все, что больше одного километра, считалось работой, запрещенной в субботу и праздники. Поэтому здесь, мы видим, они возвращаются на расстоянии тому от храма, когда их путь мог бы измеряться дневным путем. И этот путь разрешало сделать в субботу и праздники, но не более того. И мы знаем, сколько это. И только пройдя этот дневной путь, они стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим и Мещаево. Представляю себе, что пережила еврейская мама, не найдя своего сына. Хотя, конечно, Иосиф ей наверняка сказал, а ты потерял своего сына. Я думаю, что Мария ответила ему тем же еврейским родителям. Чего же еще хотеть? Почему я все время призываю к тому, чтобы мы смотрели на все эти рассказы с человеческой точки зрения? Иначе мы никогда не сможем понять, о чем идет речь. Иначе все будет ходульным, пафосным, неживым и мертвенным. Вместо того, чтобы придать смысл вот той абсолютно еврейской ситуации, в той абсолютно конкретной исторической среде. Итак, представьте себе молодого мальчика, которому 12 лет, и родители его не могут найти. Почему это происходит? Да вот, наверное, по какой причине. Когда Иисус идет в храм, он еще не прошел обряд посвящения во взрослую жизнь. И он идет с мамой. Так требовала родительская традиция того времени. Но уже пройдя обряд посвящения в храме, он фактически становится взрослым и может идти с папой. Но поскольку Иисус первенец, папа наверняка еще не привык к тому, что его первенец идет со своим отцом. И происходит типичная ситуация, при которой мама считает, что сын идет с папой, а папа считает, что сын, как всегда, идет с мамой. И они приполох, они не могут найти сына. И обратите внимание, они уже находятся на достаточно далеком расстоянии, никто его не видел. Ужасно. И они возвращаются в храм, чтобы спросить, где же он на самом деле. И действительно, они находят его в храме. Писание говорит, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. И через три дня, три дня надо было искать. Ужасно. Ужасная ситуация. Это при том, что они знали, что Иисус самый лучший. Соседи, наверное, не без лорадства говорили, а вот и у них есть проблемы. Они нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Обратите внимание, слушающего их и спрашивающего их. Ему было чему учиться у тех, которые сидели в храме. И все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, Чадо, что же ты сделал с нами? Вот и отец твой, который искал это, и я с великой скорбью искал я тебя. А он сказал им, а зачем было вам меня искать? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли слов, сказанных им. Или не хотели понять. Дело вот в чем. Когда ребенок становился совершеннолетним по еврейской традиции, это было время, когда его посвящали в профессию своего отца. То есть, после возвращения из Иерусалимского храма, он должен был вступить в официальные права помощника-плотника и избрать свой жизненный путь, как плотник сын Иосифа. Или стать последователем профессии дома Иосифа. Плотник. Иисус, зная свое предназначение, даже не насмотря на то, что ему 12 лет, говорит, разве вы не знаете, что мне надлежит быть в доме отца моего? Но он не говорит ты или в твоем доме Иосиф, а в доме отца моего. Кстати говоря, на иврите очень часто пользуется слово отец наш. Точно так же, как в молитве Иисуса. Но в редчайших случаях практически никогда нельзя назвать Бога отец мой. Позднее в проповедях Иисуса ему припомнили это и воспринимали это как хулу на Господа Бога, когда он говорил, отец мой, отец наш сколько угодно, отец мой нельзя было и до сих пор. Табу. Но Иисус говорит явно, разве вы не знали, как бы освежая память селективную своих родителей, о том, что ему надлежит воскреснуть, перед этим пострадать, умереть? Разве вы не знали, а не знали? Но жить с этим невозможно. Невозможно жить. Я говорю вам, как отец своих собственных детей, и меня поймет любой отец и любая мать, невозможно жить ежесекундно думая о том, что постигнет их сына, даже зная о том, что это произойдет наверняка. Иисус как бы заостряет здесь проблему. Он говорит, разве вы не знаете, что мне надлежит быть не плотником в доме твоем, Иосиф, но жить в доме отца моего, то есть стать мессией. Даже после этих слов, даже после этих слов, Мария и Иосиф, имея откровение от ангела, предпочитают не понимать сказанных слов Иисуса. Они не поняли, говорит Писание, сказанных им слов. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И, наконец, еще, может быть, несколько последних слов о дальнейшей жизни Иисуса до того момента, когда Он начал служить. Евангелие у Луки, 2 глава, 51 и 52 стихи. И Он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога, и у человека. И у Бога, и у человека. Преуспевал в премудрости. Мне бы не хотелось много распространяться по этому месту. Мы говорили с вами уже о том, что Иисус рос и набирался мудрости как человек. Но, может быть, самое важное, что нам надо понять из этого отрывка, это то, что мы должны преуспевать в любви. И у Бога, и у человека. Я даже думаю, более того, если мы не преуспеваем в любви у человеков, мы никогда не преуспеем в любви у Господа Бога. Сказать, я люблю Господа Бога, но не люблю людей, это то же самое, что сказать, я ненавижу Бога. Несмотря на то, как люди к тебе относятся. И поскольку Богу проще делать, что бы то ни было, Он на то и Бог. А человеку очень трудно любить там, где он отвержен, на тех, которые отвергают Его. Я думаю, что следующие 18 лет или что-то возле этого жизни Иисуса, до того, как Он вступил в настоящее большое служение, были посвящены конкретно тому, чтобы научиться быть в любви у Бога и у человека. Чего только мне не приходилось слышать в своей жизни о том, где Господь Бог, наш Иисус, провел следующие 18 лет своей жизни. Некоторые говорили, что Он был в Египте. Кстати, иудейская традиция утверждает, что Он все это время находился в Египте. Почему в Египте? Да потому что иудейская традиция, особенно пост разрушения храма, традиция, когда христианство стало достаточно оппозиционным по отношению к иудеям того времени, оно развило целые концепции того, кем был Иисус. По одной из концепций, Иисус является ни много ни мало колбуном, который выкрал имя Божие в храме и при помощи этого имени вшитом себе под кожу, но что только человек не придумает человек, чего только не придумает. Он совершал свои чудеса. Но еще перед этим он бежал в Египет, утверждает эта традиция, от преследования спасаясь и научаясь там чародейству, волхвованию и различным магическим действам. Приходилось также слушать другой вариант, более человечный или более добрый, который утверждал, что нет, отнюдь он не был в Египте, отнюдь он не колдовал, он забрался гораздо дальше, на тот Дальний Восток, и был йогом. Иисус йогом. Очень трудно сказать да, нет, основываясь на нееврейской традиции, потому что, если Писание ничего не говорит о его 18 годах жизни, то очень трудно предположить, где же он на самом деле был, чем же он на самом деле занимался. У меня есть ответ, по крайней мере для любителей традиций йогов, бенгальским йогам, если быть точнее, так утверждают последователи этой традиции. Мы прочитали с вами только что, буквально о том, что родители Иисуса приходили каждый год на Пасху в Иерусалим. Почему? Потому что они были праведны, потому что так того требовал Господь Бог Израиля, и потому что Иисус сказал, что он о себе, потому что Писание это о нем, что он преуспевал в любви у Бога и у человеков. Я не могу себе представить, чтобы наш праведный Мессия вдруг отказался соблюдать законы, которые он сам же и дал Моисею. Бессмысленно. Поэтому он обязан был по крайней мере три раза в году, то есть в апреле, или в Ниссане, во время Пасхи, во время Пятидесятницы, семь недель спустя, и во время праздника Кущи появляться в Иерусалиме, учитывая, что путь из страны бенгальской в землю иудейскую в Иерусалиме наверняка занимал не один месяц. Мне очень трудно представить себе, как он при своем плотном графике служения Господу Богу мог постоянно перемещаться между Иерусалимом или Непалом, или Катманду, или где угодно, и тем не менее соблюдать правильные законы, при этом питаясь, что тоже немаловажно, не пищей, освященной в храме. Поэтому нам надо попытаться выбить из своей головы все полуправдоподобные и малоправдоподобные, или теории имеющие, или кажущиеся правдоподобные с единственной целью примирить Иисуса со всеми религиями. Иисус никогда бы не искал мира все религиями. Идея и учение Иисуса отнюдь не экуменическое учение. Кто не со мной, тот против меня. И никто не приходит отцу, как только через сына. Поэтому мне в общем понятно, намерение людей свести все из горячего и холодного к теплому. Но это не наше учение. Это не учение Иешула, который возрастал, находясь в любви у Бога и у человеков, и будучи готовен к своим свершениям при участии своего отца и матери, во всем будучи послушной нашему Господу Богу. Да благословит вас Господь из Иерусалима. Скоро вернемся. И, как всегда, Веру Салим. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Салим. 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 Салим.